Мне задают дивные вопросы, а сколько ты получаешь? Я скажу, я получаю от них немного, ровно столько, сколько я получаю от всех остальных. Тут вопросов нету. Что меня сейчас больше всего беспокоит? В то, что в городе Магнитогорске, вот в эту череду борьбы с пирамидками, влились государственные органы, то есть Магнитогорская государственная радиокомпания. Уж поверьте мне, кредитный потребительский оператив, Гранд Капитал Кредит, никакая это не пирамидка. И вам не нужно жареные факты, а то, смотрите, раздули, что кредитный потребительский оператив уехал в другой месте. Ну и что, что он уехал? Извините, подвиньтесь. Так в городе Магнитогорске какие ценники-то у нас? Какие ценники? Ленинский район, какие тут ценники? Ну подумайте. Вы представляете, сколько за это можно было платить? И то, после того, как Гранд Капитал Кредит уехал отсюда, все данные остались. Куда он уехал? Объяснил. И до сих пор, понимаете, все это дело сдается, но кредитный потребительский оператив, который продолжает работать для вас, вот, пожалуйста, вот его реклама здесь нужна. Понятное дело, что он никуда не скрылся, он просто переехал. Вот в этом самое главное, что никаких там кооперативных дел, в смысле, пирамидальных дел у кредитного потребительского оператива нет. Просто он переехал. Сейчас мы покажем, куда он переехал. Ой, прошу прощения, что-то я напутал. Сегодня, сейчас я денег с потребительского кооператива Гранд Капитал Кредит не беру. Просто вы должны понять, что в прошлом году мне помогли. Крутая у меня ситуация. Надеюсь, помогут и в этом. Но в случае о помощи вы должны понять, я так же отрабатываю, я не просто должник. Теперь вопрос насущный. Это типа пирамидки. Для типа товарищей я проехал буквально 250 метров. И про это и говорю. А, господа телевизоры Магнитогорские, я вам сейчас честно продемонстрирую чистую пирамидку. Ну, чтобы понятно было расстояние оттуда до сюда. Ощущение сложное. Буквально там 250 метров пройти, посмотрите. Чистая пирамидка. Обращаю внимание, 8% в месяц. 10% в месяц. 12% в месяц. То есть, грубо перемножая все это на 12, получаем 144% годовых. Вот это пирамидка, да? А вы почему об этом ничего не говорите, а? Вы, владельцы средств массовой информации, которые склонны только показывать, где что-то у кого-то там прорвало и трубы. Да нет, вас не будут смотреть, а будут смотреть меня. Потому что я честно показываю, кто деньги зарабатывает, а кто их тратит. Кстати, пирамидки вот это для вашей безопасности. Сюда лучше не ходить, уж поверьте мне. Какая-то фигня интересная. 144% годовых. Ау, мы где находимся? Ну, если все круто, тогда зачем пирамидки? Ан нет? Ну, я так вам в принципе все и показал. К слову о банках. Практически тоже. Вы кладете свои деньги. Инфляция их и съедает. У банка халява. Деньги-то несут. Кредиты под офигенные проценты, но простите, государство и это прикрывает. Будет максимум 8. Не верите? Ну, посмотрите интернет. И вот меня спрашивают, и почему они отсюда переехали? Трюля 21. Я сейчас расскажу, почему они переехали. Во-первых, потому что они расширились. Дело в чем заключается, количество людей стало больше. Ну, кроме всего прочего, надо понять, что и здесь тоже ценники были не дешевенькие, поверьте мне. На Жуково 23 у них и места больше. И они вам говорят, что приходите, пожалуйста, к нам. Никаких проблем особых не возникает. К слову о пирамидке. Самая главная пирамидка. Сейчас я вам расскажу, что такое главная пирамидка. Главная пирамидка это у нас банки. Представляете? Вы не знали, что ли? Да что же вы говорите? Я попрошу из меня не делать там ни гения, ни ничем я таким не являюсь. Я обыкновенный инженер, который вот стал телеведущим. Простите, такое случается. Потому что других людей-то и нету, которые могут денег зарабатывать. Все, что я где-то как-то делаю, узнаю, я беру из интернета. Недавно стал там заниматься. И вот посмотрел лентуру. Лентуру. Чтоб вы поняли, да? Про банковские кредиты. Так вот. Минимальный срок и минимальный процент, который вам предоставляют банки на любые кредиты, это 36%. Ипотека 14%. Но дадут ли вам это еще вопрос? А потом автомобильный кредит, знаете, поскольку? 56%. Обыкновенный кредит через банковскую карточку 65%. Я ничего не говорю, поверьте мне. Это информация с ленты.ру. А потом не надо говорить, что какой-то банк там начал что-то дело подстраиваться, уменьшать. Это же банк. Слово насчет банков. Банков у нас в стране очень много было. Тысячи штук практически. То есть захотели бы вы, вы могли бы так же получить лицензию и делать. Естественно, снимая квартиру и все остальные дела. Ну вот так-то, да. Вот. А теперь банков решили сократить. Количество банков, которые останутся. Ну, там 4-5. Больше и не надо. Теперь про самый швыряющий банк. Знаете, про какой банк? В свое время, 25 лет назад, я смотрел еженедельник такой был. В воскресенье выходил. И там был такой замечательный мой клоун, которого я в действительности любил. И не меньше, чем Юрия Никулина, это был Олег Попов. И после того, как один банк, а тогда был только один банк, сберегательный банк Советского Союза, рассыпался, все деньги Олега Попова, которые он реально хранил в этом банке, исчезли. И он 25 лет назад, как слинялся с этой стороны, и сказал, ребята, ну вас нафиг. Я лучше в Германии поживу. И вот в этом-то году он приехал сюда. Там он стал не Олегом Поповым, а вот, не помню, как счастливый, не помню. То есть он 25 лет просто в России не появлялся. Он прекрасно понимал, насколько здесь веселье час и часы разлуки. К слову, банков. Банков было очень много, да? Банки валились. Вы это все дело знаете. Я сейчас не буду перечислять те банки, которые просто кончились в городе. Но даже, извините, Брюс Виллис ничем не помог банку Траст. То есть надо понимать, что даже если вы включаете крутизму, ничем не получится. А вот в данном случае кредитный потребительский кооператив Гранд Капитал Кредит, он работает. И деньги выдаются. Единственный вариант, не надо людей наезжать. Потому что вы там попытаетесь что-то собрать, а не получается. Поверьте мне, все получится. И в следующей своей передаче я покажу, как банк КПК честно выплатил положенную своему вкладчику сумму денег. Клевенько, да? Я еще про вторую группу инвалидности не рассказал. Но для этого есть интернет. Теперь про кредитный кооператив. Я вам говорил неоднократно. Он стал больше и крупнее. Но каков смысл выплачивать офигенную аренду? У нас вообще классно. Крутишься, вертишься и под конец влетаешь в большую сумму. У меня как-то был бизнес. Все работало. Но простите, когда аренда выкатывает в два раза, думаешь, ну зачем такое нужно? Здесь то же самое. Он никуда не свалил. Он просто переехал. Причем везде показал куда. Была бы эта пирамидка, свалила бы просто. Так куда переехал кредитный потребительский кооператив? Он переехал сюда, на улицу Жукова, 23. Но вообще надо понять, что Зеленый Лог скоро станет основной частью города Магнитогорска. Как бы мне не хотелось жить в Ленинском районе, но рано или поздно Ленинский район утратит свое существование. И поверьте мне, даже управление градообразующее, которое располагается на проспекте Ленина, 72, прекратит свое существование. Потому что наш район развивается в южную сторону. Это Орджоникизовский район. И очень скоро здесь по улице Зеленый Лог, когда будет построен пятый переход, люди будут ездить. Чем здесь плохо-то? Шикарная шестиполосная магистраль, в которой, здрасте, здесь вот нет трамвайных рельс. Представляете, может быть, будет один нормальный переход без трамвайных рельс. Я, в конце концов, надеюсь, чтобы можно было по переходу нормально прокатиться, а не так, что выезжаешь и дун-дун-дун-дун-дун-дун. Вот он и здесь находится. Кредитный потребительский оператив, Гранд Капитал Кредит. Конечно, возникают разные ситуации. Я бы просто людям объяснил, что пока не надо торопиться. В скором времени я вам покажу, как все это делается. То есть, вообще у вас не должно быть никаких вопросов. Если бы этот кредитный потребительский оператив прекратился в свое существование, то вы понимаете, что мест предыдущих просто их бы не было. Хлоп и нету человека. Как хлоп и нету различных швырячных контор под названием пирамидки. Они были, но они исчезли. Появляются новые. Это судьба, поверьте мне. В этой атмосфере, где каждый захочет испытать ваш кошелек, вы без этого не пройдете. Но кредитный потребительский оператив работает для вас. И поэтому он просто переехал. А скоро здесь будет в действительности центр города. Продолжение следует...